Друзья мои, я рад вас приветствовать в новом году. Я надеюсь, что Новый год для вас прошел в хорошем настроении, что встретили вы его радостно, весело, что все ваши желания сбылись или сбудутся, ну и что ваше здоровье осталось хотя бы не на прежнем, но более-менее нормальным, но уже привелось в чувство. Продолжаются длинные новогодние праздники, и в эти дни мы позволяем себе какие-то излишества, которые в обычной жизни мы себе не позволяем. Чуть-чуть выпить, вкусно закусить, может быть, побольше, чем всегда. У нас в преддверии Рождества, большой тоже христианский праздник, и сегодня я покажу вам, как приготовить тоже такое праздничное блюдо к праздничному столу. И оно у нас будет называться «Утка, запеченная в духовке». У нас вот есть такая уточка деревенская, я вам уже ее показывал. Вот. И сейчас мы ее будем с вами подготавливать к приготовлению. Вот эти вот блюда, которые вот из этих продуктов, состоят у утка, гусь, и, конечно, можно сразу бросить в духовку, там, намариновать чем-то, и пусть они как бы готовятся. Но мы с вами проведем небольшую подготовку для приготовления нашей утки. Мы ее положим на грудку. Так, и второе, что мы с вами сделаем, мы приготовим маринад, в котором часика на 3-4, мы нашу утку, нашу утку, так как пакет уже не нужен, замаринуем. Очень простой маринад, он будет у нас состоять из двух частей. Это вода, и это соль. Вообще утку, вот у нас утку, нужно мариновать часов 8, но у меня такого количества времени нет. Вот здесь вода, она не кипяченая, простая вода, и я просто подогрел, чтобы она была теплой, комнатной температуры. И так как 8 часов у нас возможности нет, выдерживать нашу утку, то маринад мы вам с вами приготовим немного посолонее. Пусть будет у нас раствор соляной, немного посолонее. А на самом деле, рассол должен быть такой, ну вот как вы готовите суп, как вам на соль. Ну вот, чтобы он был чуть-чуть пересоленый, соленый. Вот такой нужен вкус маринада. А я сейчас сделаю, он будет немного посолоней. Никаких ингредиентов, кроме воды и соли, не нужно. Все, он уже достаточно соленый. Достаточно соленый. Это у меня вот утятница, она досталась мне по наследству от прежних жильцов этой квартиры. Она такая здоровая, и как бы в ней я и буду готовить. Но я вам потом покажу, если будет у меня время, и как-нибудь мы с вами встретимся еще раз, я покажу вам, как вкусно запечь утку и без такой утятницы. В принципе, здесь у нас создается определенная комфортная температура, в которой утка у нас не подгорает, а как бы запекается. Так, вот, утонула ложка. Попробуем сейчас на вкус наш. С вами рассола, даже не маринада, а рассол какой-то. Давайте еще чуть-чуть. Я еще раз повторяю, у меня времени нет долго мариновать. Я буду мариновать 3 часа, но где-то 3,5. Поэтому рассольчик я сделаю, вот этот маринадик, немного посолонее. Давайте еще добавлю. Все, считаю, достаточно. И теперь мы этот маринад просто зальем в наш казан. Не обязательно, чтобы это был казан. Если у вас какая-то есть старая-другая, залейте в него. Но у меня больше не в чем. И она, утка, достаточно большая. Посмотрите, какая она красивая, розовенькая, свеженькая. Обалдеть просто. Я просто у вас уверяю, что я вам покажу, как это сделать. Просто пальчики облежишь. Так, все. Все, заливаем наш рассол в эту утку. Что? Ничего сложного вот нет. В этом нет. Главное, мимо не пройти. И прям погружаем ее в наш с вами рассольчик. Это нужно для того, что все-таки утка, она большая. И жира, и мяса здесь очень много. Достаточно много. И, как обычную курицу, если мы сверху ее намажем просто этим, ну, она будет сверху или у нас соленая, а внутри не досоленая, или мы не сможем достичь определенного качества просолки. Ох, ребяточки! Сейчас покажу, что получилось. Поэтому, полежав в нашем рассоле, вот эта вот наша уточка, она достаточно, достаточно промаринуется, достаточно напитается солью, ну, и, соответственно, мясо, оно будет такой более, ну, как бы, насыщенная, мягенькая и податливая. Сейчас покажу, что получилось и как это все выглядит. Смотрите, что получилось. Вот она у нас принимает ванны. Ну, все. Закрываю я ее. В моем случае, это примерно... Смотрите, я ее просто обратной стороной крышки от Казана этой прижму, чтобы она вся погрузилась. Вот так вот. О, и все. Пусть там она лежит. В моем случае, значит, процесс занимать будет три часа. Ну, а так желательно, чтобы часов восемь она там полежала. Все. Ребяточки, я прощаюсь с вами на восемь часов. Сорян, друзья! На каких, нафиг, восемь? Вообще, глава не изображает. Три часа я буду мариновать. Я напомню, рассол я сделал немного послоннее. Прошло три, я вот смотрю, с половиной часа. Вот так у нас в Казани лежала наша... Ой, елки-палки. Чуть стакан не раздумал. Утка в следном растворе. Значит, еще раз напоминаю. Он нам нужен для того, чтобы чуть-чуть утка у нас просолилась, чтобы мясо стало более мягким и податливым. Также она... Соль, вот этот раствор, вытягивает лишнюю, как бы сказать, кровь. Ну, и размягчает немного вот эту кожицу, которая все-таки плотная. Все, он нам больше не нужен. Мы его выливаем. Дальше он нам не понадобится. Все, давайте сейчас выливаем его и дальше продолжим. Так, все, мы слили наш рассол. И теперь вот мы возьмем прям бумажное полотенце. И нам необходимо эту уточку всю обсушить. лишняя вода нам ни к чему. Сверху. Сейчас вот все под крылочками, тут под ножками. Я вам хочу сказать, вот она уже приобрела, вот она раньше была у нас все-таки немного плотновато, жидковато, а сейчас мясо в результате вот нашего раствора с леного, просто соли, в которой мы ее продержали, оно приобрело, ну, вы понимаете, она как бы уже как бы мягкая, уже просто в руках все растекается. Все, и вовнутрь я сейчас лезу, и там тоже вот эти вот лишние, видите, ну, там может быть кровь чуть-чуть осталась, ничего страшного вот там нет. Все, смотрите, она сухенькая у нас и чистенькая. Вот этот этап у нас закончится. Дальше, я сейчас обрежу вот эту гуску, она нам не нужна, но больше здесь, я смотрю, жировых нет, особых таких у нас как бы моментов есть, отрезать вот эту вот шею, но я ее отрезать не буду. Дальше, теперь схожу вам следующее, ну ладно, сейчас давайте, я сейчас отобрежу, и мы будем эту утку натирать солью и перцем. Для натирания, значит, я приготовил такую смесь, естественно, соль, перец красный, жгучий, паприка и черный молотый перец, но это так, у меня были перцы, я их просто добавил. На самом деле, можно соль и черный перец, лучше, конечно, свежемолотый, но это не критично. Так, теперь дальше, и мы начинаем вот этой вот смесью, не спеша нашу уточку и натирать. Вы можете мне сказать, типа, мы же как бы уже просолили, не пересолится ли она. Я вам хочу сказать, что утку пересолить, практически невозможно. В ней очень много жира все это впитывается. переворачиваем. Вот, тоже это. Тираем. Для того, чтобы, может быть, прилипало, я вот даже не знаю, можно, конечно, добавить и масло подсолнечное вовнутрь все вот, да, все внутри промажем этим солевым раствором. Вот, смотрите, я предвижу ваши вопросы, а где же там медовая заправка на уровне соевого соуса, меда, там, для, это, терияки, все это будет, но утка у нас готовится примерно три часа. И, если мы сейчас все это закинем, а у нас еще будет и начинка, то вот этот вот весь терияки, это же сахар, он весь у нас сгорит, и утка потемнеет, будет черной. Поэтому все это мы будем делать после двух часов, а именно вот эту вот нашу медовую заливку добавлять будем после двух часов приготовления утки. Все, давайте, сейчас я возьму все это промажу качественно двумя руками и потом включимся, когда будем готовить с вами начинку для нашей утки. Итак, наша с вами начинка апельсины и яблоки. Как у вас, как вы догадались, у нас будет утка, начинка состоит из апельсинов и яблок. Но, прежде чем мы будем нарезать нашу начинку, мы первым делом давайте снимем для дальнейшего обмазки маринада мы снимем с апельсинов цедру. я думаю, ничего сложного в этом нет. Вот мы берем апельсинчик и прям верхний слой до белого не добираясь, там на терочке берем и снимаем цедру. У нас есть два апельсинчика, вот с двух мы эту цедру сейчас и снимем. прям не спешает, достаточно просто. Ухо, запах уже вот от этой цедры конечно здесь очень много масел, это масел прям идет просто бандически. Представляете, утка она все-таки любит вот эти вот цитрусовые вот она, мы ей и дадим. Ну вот смотрите, сколько у нас получилась цедры. Все, мы ее сейчас уберем в тарелочку. Вот в эту. Ну не скажу немало. Вот прям сложим ее сюда. Вот она. Все. Ну и теперь мы приступаем к изготовлению нашей начинки. Это как в Орболе у нас яблоки. и апельсины. Так, вот я что-то убрал зря. Все, значит, яблоки у нас простые, лучше, конечно, кислые. Мы их прям вот так смотрите, раз и блин, задел. Чтобы косточки нам ну не нужны, зачем? Вот таким вот дольками смотрите, режем мы вот. Не обязательно крупные. Есть прям и целый яблок засовывать, я не знаю. Вот, а вот этот плодоножки, как они там называются, кто биолог, они нам не нужны. Есть люди, которые эти яблоки как бы добавляют в них корицу для более вкуса. пожалуйста, никто это делать не запрещает, но мне не нравится, я делать не буду. У нас достаточно сладкий так будет начинка, апельсин. Давайте одно мы сделали, давайте сделаем еще одно, а там посмотрим. Если недостаточно будет, сделаем еще. Шкурку ничего мы с яблок не срезаем, хотя тоже есть люди, которые это делают. Ну, если вам охота заморочиться, сделайте. Я думаю, может быть, тогда они вообще в кашу превратятся, если они не будут держаться, я не знаю, шкуркой. Ну, так вот. Так, вот пока хватит, пока хватит. Так, теперь мы приступаем к апельсинам. Тем же макаром, такими же кусочками мы с вами дольками, вот они, режем апельсин. Помните, была такая детская пословица, мы делили апельсин, много вас, а он один. Ну, так вот, что-то он большой, что-то напополам, ничего страшного. Все, вот он. Давайте я вот так напополам, а то я боюсь, вот так вот, я вдолька и долька еще напополам. Боюсь, какие-то они такие куски бы лучше здоровые, он длинный апельсин, он будет как бы себя не очень чувствовать. Единственное, что я сделал с апельсином, с этим, я его немного, немного, прям немного, в него и в яблоко добавлю соус старияки, прям чуть-чуть так. Цедра нам не нужна. Я добавлю для усиления, чуть-чуть, для усиления, вот у меня соус старияки, для усиления вкуса, прям чуть-чуть. все, все, Больше добавлять не буду. Вот у нас уточка, уже она, видите, вся промазана, вся готова. Да, забыла сказать, я включил духовку на 140 градусов, сильнее не нужно, иначе наша утка сгорит. и мы сейчас эту уточку с вами давайте за всю зафаршируем. Вот так я прям перемешаю старияки, он даст чуть-чуть вкуса. Вот я прям, смотрите, ручками, да, чуть-чуть он придал такой пикантности определенной. Много я его не добавлял. Вот, смотрите, вот это у нас, видите, получился просто бомбезно, просто бомбезно. Ну и теперь по классике мы все это должны уконтропупить внутрь нашей уточки. Напомню, мы ее обмазали солью и перцами, ничего другого пока мы не добавляем. Если сейчас мы с вами добавим наши начинки, которые у нас состоят из, скажем так, меда или там соевого соуса, то все это просто-напросто сгорит. Я вам просто серьезно об этом говорю. Два часа, три часа готовится утка и вот за три часа, ну, представляете, что это будет? Она просто будет черная, вся в угольке, в угольках. Ой, просто мне что-то в угольки. Я... Так. Вот так вот мы забросили все это. Так, я считаю, сейчас еще одно яблочко вот мне тут осталось. Чуть-чуть яблочко, давайте я еще подрежу его. Ничего страшного, хуже не будет. Там есть еще чуть-чуть места у нас в уточке. Думаю, она как раз вот этот кусочек, несколько яблок сюда и примет. Все. Ну, давайте еще апельсинчик какие-то апонские хоккеисты сделаем с вами чуть-чуть апельсину. Цедру мы с него сняли, как я вам сказал. Все, я апельсину, чтобы прям дополна, полную коробочку. Все, вот у нас она утка, сейчас я покажу, с ним ног руки обмоем. так как она мне нужна. Мы сейчас вытрем и я вам покажу. Вот, смотрите, полная коробочка у нас получилась. И теперь, для того, чтобы вообще нужно по классике все это зашить нитками, нитку у меня нет никаких, мы с вами сделаем проще гораздо. Мы возьмем зубочисточки, вот они у нас есть. И вот эту кожицу, которую мы здесь гвоздку обрезали, мы прям возьмем, вот смотри, прям поближе, и ее просто защипнем зубочисточкой. Вот раз, потом, как я ее уж не знаю, и через определенный момент ее назад. Вот видите она так, я не знаю, видно или нет, вот одна, и сейчас попробуем еще одну. Вот здесь ближе к заднему выходу из черепашки. Вот смотрите, возьмем, прям ее протыкаем, раз, еще раз говорю, она сейчас вот у нас мы ее с вами ошпарили, вернее не ошпарили, замариновали, и она получилась гораздо более мягкая кожица и податливой, очень даже неплохо для нашего приготовления. Коже все равно она достаточно толстая, много жира. все, слабо, кушь, как тяжело в этом не, вот так, все, вот смотрите, у контрапопили, и теперь я еще хочу, чтобы все-таки лишний жир у нас из-под кожи вышел, и его там не было, знаете, я еще делаю, я возьму сейчас и зубочисткой прямо вот так отборю, в некоторых местах я его попрокалываю нашу уточку, вот-вот-вот, аккуратно перевернем, красавица наша, все в маринаде, все, и кладем наш, наш утятницу, ребятушки, сейчас покажу, что у нас получилось, так, это уже нам не нужно, сейчас я руки вытираю, смотрите, вот что у нас получилось, суточка, фаршированный, я ее положил на грудку, потому что все-таки там, я считаю, пока более уместно, а вот когда мы ее промажем маринадом, мы ее с вами перевернем, но, но, и это еще пока не все, давайте сейчас я финалити сюда сделаю, и покажу вам финальный вариант закладки утки в духовку, друзья мои, вот и финальный вариант, наши с вами закладки, остался у меня апельсин, что я его не выбрасывать, и прямо туда я его с боков положу, и когда будет запекаться, будет выделяться сок апельсиновый, мы ее сейчас плотно закроем, и все это будет там как бы кипеть и насыщивать наши с вами мясо утки, для того, чтобы получился офигенный вкус, так что еще раз скажу, если нет у вас утятницы, то можно это все приготовить в конверте или в фольге, все, ребяточки, она тяжелая, я не буду показывать, как я ее поставил, потому что я одной рукой не понимаю, здесь нужно двумя руками, давайте, вставим нашу утку, я этот процесс называю утка в домике, все, я определил ее в духовку, закрываем, температура значит у нас напоминаю 140 и на 2 часа все, встретимся через 2 часа, прошло у нас 2 часа, сейчас мы будем нашу утку глазировать, для глазировки нам понадобится и так цедра у нас апельсинчик, закидываем, сюда же мы давайте с вами почистим и зубчик чеснока, давайте я сейчас камеру приключу, чтобы вам было видно, на терочке сюда прям вот на этой почистим зубчик чеснока, но мне достаточно большой, так наверное 2 зубчика небольших, больше не нужно, прям в цедру, напомню, утку мы уже обмазали солью и перцем, так что перец сюда добавлять мы больше не будем, так, все, почистили зубчик чеснока, следующий ингредиент, мед, основание для глазировки, он у нас постоял на горячей бане, ну такой он, жиденький, все, достаточно, немного, вот половину вот такой вот мисочки, следующее, соленый соус, 2 столовых ложки, больше не нужно, все размешиваем, сейчас покажу, что у нас с вами получится, дальше тоже соус тарияки, столовую ложку, все, достаточно, соус тарияки, много содержит сахаров, различных добавок, о, ребяточки, вы бы понимали, какой запах, ну и давайте для связки всего этого, столовую ложечку еще масло подсолнечное, подольем, вот смотрите, такая получается у нас обалденная жижа, ну-ка, ну, это изумительно, по вкусу хочу еще подлить соус, еще ложечку, все, достаточно, давайте доставать нашу утку, поглядим, что там, как она сейчас выглядит после двух часов запекания, при 140-145 градусах, посмотрите, вот как выглядит утка, значит, я ее полтора часа не трогаю, два даже, но я вам скажу, она не готова, она, во-первых, жестковата, зато сколько уж выделил жира, вот этот внизу, сейчас я вам покажу, сейчас свет еще включу, внизу вот это вот, это все жир у нас, где-то ложки, вот глядите, смотрите, сколько тут жира, вместе, но это просто половина, видите, там, все, теперь, значит, я хочу этот жир, часть слить, он мне не нужен, я его сейчас солью, ну и потом уже, чтобы не было спокойно, я буду эту утку глазировать, смотрите, утиный жир, я весь слил, вот он, в этой баночке находится, он потом может пригодиться, там, готовить что-нибудь, кто любит, там, картошку на жиру, там, на этом, ну глянем, посмотрим, не понравится, выбросим, так, вот наша намазочка, всю вилочку убираю отсюда, и вот уже она наша уточка, ни жира тут, ничего уже нету, я все вот баночку в это слил, теперь, что у нас дальше процесс, как идет, вот кисточка, напомню, у нас тут, мед, соус, солевый, потом у нас, соус торияки, чеснок, и, лимонная цедра, вот смотрите, и всю ее, густо-густо, все это промазываем, всю нашу уточку, все, я сейчас буду промазывать, и по финалу, мы еще раз включимся, промазывание, не приготовление, все, я ее глазировал, посмотрите, уже сейчас, я вам хочу сказать, выглядит бомбезно, в духовке, температура, я увеличил, я увеличил, до 180 градусов, все, теперь я ее закрываю, опять, крышечкой, смотрите, вот я все поставил, 170 на часок, сейчас вот я заведу, но я вам хочу сказать, у каждого, духовки разные, поэтому, я вам советовал, через полчасика, открыть, посмотреть, как там дела, дальше, не буду я выветривать, температуру, все закрываю, в моем случае, я через полчаса посмотрю, поставил, когда я в духовку, нашу утку, на час, через полчаса проверил, вообще ни о чем, через час проверил, тоже ни о чем, в итоге, простояла она, после глазировки, два часа, вот при вас, открываю, сейчас поглядим, что получилось, может там все сгорело, я не знаю, но запах так не сильно горелый, сейчас вот прям, смотрите, при вас, все это и открывается, вот смотрите, ну я считаю, это бомба, друзья мои, просто бомба, ну-ка, ну все, готово, да, да, все, видите, сейчас ее, в принципе, наверное достать надо, сейчас на тарелочке я достану и включусь тогда, давайте мы ее сейчас выложим из нашего, так называемого, книга зана, я даже не знаю, как это называется, вот смотрите, о, это горячо, все, конечно, сейчас мы аккуратненько, нет у меня, к сожалению, вот такой, блин, блин, ну-ка, бомба, мне потом повыдет, нет у меня, к сожалению, какой-нибудь мощной фигуреньки, чтобы это все захватить, но мы справимся и так, смотрите, друзья мои, какая красота, а, давайте я вам покажу, просто, вот этот ножки, куриные, вот как они выглядят, и как они прожарились, смотрите, вот она, она прямо отходит, вся, утиный, я что, куриный, вот она, глядите, просто песня, это надо, еще нам будет сфотографировать, посмотрите, она просто отходит от кости, сейчас вот это нам мешает, вот смотрите, и крыло, вот, смотрите, вот она, глядите, вот так должна выглядеть утка, помните, мы вот ее протыкали, для того, чтобы вот этот жир, который подкожный, чтобы он выплылся весь, чтобы он не был лишним, посмотрите, его практически под кожей не осталось, вот она, тонкая кожица, и все, и весь жир мы убрали, ну что, давайте мы сейчас сервируем тарелочки с картошечкой, и потом в итоге покажем, как у нас будет выглядеть блюдо нашего, в блюде нашего утка, все, ну вот, и финал, посмотрите, все готово, вот жареная картошечка на гарнир, это у нас утка, не смотреть, что это немного, как бы, тут пригаринки, это ничего страшного, у нас же был все-таки мед, и это фигня, это просто кожица, на самом деле, посмотрите, все тут внутри классно, просто супер, садимся праздновать Рождество, я не могу, пошло слюно отделение, ребятчики, празднуем, садимся праздновать Рождество, это один из великих христианских праздников, тоже хотелось бы выразить вам пожелание всего самого хорошего, любви, чтобы Бог вас хранил, чтобы в вашей семье был мир и достаток, ну и самое главное, как я всегда говорю, здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова